Позвольте всем поприветствовать в лице Натальи Сергеевны и Сергея Евгеньевича. Позвольте всем художникам передать низкий поклон и всех заверить, что и исполнительная, и законодательная власть Крестнерского города делают все для того, чтобы зрители могли увидеть те новинки, те новые темы, не новые дельки, которые соединяют в себе традиции классического искусства и которые сжигают 21 лет. Спасибо большое. Наталья Валерьевна, что я с вас приглашаю? Добрый день, дорогие друзья, уважаемые красноярцы и гости нашего города. Города, который в этом году наступившим отметит свои 385 лет, а точнее отмечает. И, конечно, замечательная выставка, я повторяю, в нашем городе, где есть своя художественная школа, заложенная более 100 лет назад Василием Ивановичем Суриковым. И достойно развивающиеся, благодаря вам, дорогие художники, наши уважаемые мастера, кто не боится и действительно желанием передает свой опыт подрастающему поколению, мы проводим и действительно формируем свои традиции. Кто успел уже пройти по выставке, наверное, заметил, насколько комфортно. Вы знаете, я сама себе пыталась понять, ну почему? Ну мы же сибиряки, ну мы же рядом, но это действительно наша зима, наш снег, наша рыба, наша национальная одежда. Это действительно элементы есть всего того, что называется жизнь, всего того, о чем хочется быть, о чем хочется говорить. И, конечно, мы, прописывая концепцию этого проекта, ставили задачи, и одна из них звучит так, формирование патриотического воспитания. Это громко и вот так, как положено методологически, а на самом деле это действительно то, что называется наша история. И действительно мы должны передаваться с поколениями в поколение. Поэтому мне слепоко, уважаемые иркутяне, и жители Иркутска, Москвы, кто нам помогает, я имею в виду, художественное сообщество. И очень огромное спасибо Министерству культуры, Союзу художников за это объединение, за этот праздник. Я уполномочена сегодня поздравить всех нас и поприветствовать от имени главы города Тхама Шутлевича Абулатова. К сожалению, его жесткий график не позволил сегодня быть личным, но это не означает, что он придет. Поэтому, конечно, еще свои добрые слова он скажет сам лично всех с праздником, с этим действительно событием. И, конечно, всем желаем вот этого приятного погружения, тех добрых эмоций, которые испытывает каждый из нас, общаясь с искусством. Спасибо. Игорь Иванович 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 Иванович, и целый ряд других, которые стояли у истоков живописи Иркутска. Они являлись для нас примером. Поэтому мы глубоко благодарны еркутянам за то, что они и благодаря их инициативе, и нашей инициативе согласились устроить эту замечательную выставку. Я хочу всех поздравить заранее с тем впечатлением, которое она на вас произведет. Я уверен, что она будет вам всем понравиться. Спасибо большое организаторам за создание этой выставки. Спасибо. Уважаемые итальяне, это действительно очень волнительное событие. Мы рады представить на этой масштабной выставке творчества, я надеюсь, лучших иркутских художников. Совершенно понятно, что это то современное искусство и течение направления, которые сейчас представляют школу изобразительного искусства Иркутской области. Но нельзя забывать о том, что Иркутск и Красноярск связывают серьезное, я думаю, что нить художественного образования. С образованием 25 лет назад в Красноярске института художественного и отделения Российской области и художественных художников Иркутские художники получили возможность получать учебное образование в Красноярске. Сейчас очень успешно, творчески работает и занимается педагогической деятельностью. Большая приятность вашим выпускникам. Эта выставка, она может быть одной из самых ярких среди тех, которые мы уже организовали. Этот проект имеет обратную сторону. Те выставки, которые проходят у нас, называются, например, «Иркутск и Иркутск». А в Омске прошла выставка «Иркутск и Иркутск» точно так же при поддержке двух министерств культуры. И я хочу сказать огромные слова благодарности и правительству Красноярского края, и руководству городской администрации, отдельно низкий поклон Министерству культуры Красноярского края и Главному управлению культуры Красноярского края. И особые слова благодарности министерству не просто в поддержке наших идей, а именно в очень четкой, качественной, слаженной подготовке и проведении наших выставок. Я думаю, что в первую очередь эти выставки, конечно, для людей, для тех, кто приходит на них и приходит не по одному разу. Это говорит о том, что мы делаем настоящее доброе и нужное дело. Может быть, сегодня оно еще и нужнее, чем какие-то горячие новости, которые мы ежедневно слышим с экранов телевизора. Я хочу сказать, что на следующий год пройдет выставка в Новосибирске, которая будет называться «Красный проспект, проспект мира», и на следующий год пройдет выставка, которая будет называться «Ангара и Носей» в городе Иркутске. Хочу сказать, что действительно идея была очень простая, очень лаконичная, но она смогла поднять, может быть, самый большой и серьезнейший потенциал, потому что две организации демонстрируют и зрителям, и художникам вот те возможности, которые на сегодняшний день имеют наши творческие союзы. Огромное слово приветствия просил передать председатель Союза художников России, Андрею Николаевичу Ковальчу. К сожалению, не было возможности приехать лично, но он пообещал, что на один из каких-нибудь достойных больших проектов он приедет обязательно. Мне хочется верить, что и этот проект будет иметь продолжение, и нас впереди ждут еще огромное количество не менее интересных и не менее значимых выставок. Хочется всех еще раз поздравить с настоящим праздником и сказать всем огромное спасибо. Дорогие друзья, дело в том, что мне хотелось бы напомнить еще о очень важном событии. Сегодня исполняется 80 лет с основания Восточно-Сибирского краевого союза советских художников. На основании поздравления 1932 года, 11 апреля в Иркутске в 1933 году, в это же примерно время, был основан союз. На конференции впервые съехались художники ОЛАМД, Чекви, Иркутска и Красноярска. И были вместе. Они основали союз, они выработали устав. Они сработали удивительную программу по освоению семьи, изучению издательской деятельности, творческих процессов. И вот нужно сказать, что те художники, которые стояли у истоков союза, от Красноярска, это были Коботев, Каратанов, Васильев, от Иркутска, по главе стоял Александр Иванович Волокдин, Жибинов. И я счастлива понимать, что если вы эти художники увидели вот эту грандиозную выставку, то, что сейчас представлено, где мы снова вместе, Иркутск и Красноярск, я думаю, что они были бы очень довольны. Это большой, это великий праздник, это большая наша победа. С праздником! 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 С праздником!